Меня зовут Самойлова Елена, я из города Минска. Лет 20 назад, наверное, я решила поремонтировать молнию и передними зубами решила зажать. И получилось так, что я сломала и бегунок, и свои передние зубки. Да, проблему эту я решала уже несколько раз, не знаю, раз 5, наверное. Я наращивала пломбы, и у меня они периодически отваливались. Потом уже пломбы со временем пожелтели, и такие стали неаккуратные, некрасивые. Да, в вашей клинике мне подсказала моя двоюродная сестра. Она когда-то лечила вас и ставила зубки себе. Вот, посоветовала обратиться к вам. Ну, вот после того, как я уже все залечила, поставили мне композитные виниры на передние зубки. Я теперь могу спокойно улыбаться и чувствую себя комфортней. В плане, что нет уже такой стеснительности, что какие-то проблемы есть. И все благодаря нашей клинике, вот, Кана и докторам, которые здесь работают. Спустя 10 месяцев, как бы, ничего не изменилось. После того, ну, с момента, когда я все себе сделала, все так же идеально, ровненько, нигде никаких отсколов нет. Все хорошо. Я очень довольна. Надеюсь, что это все еще прослужит очень долго. Пациентку волновали вопросы эстетики. У нее на передних зубах были уже обширные реставрации, не совсем качественные. То есть было нарушено кровоприлегание, были изменены немножко в цвете зубы и реставрация в том числе. И плюс зубы были немножко повернуты и неправильной формы. Если бы они были полностью, например, здоровые и просто были вопросы по прикусу, как правило, в таких случаях я все-таки советую в начале исправления прикуса с использованием брекет-системы. Но так как у пациентки уже были большие, причем такие достаточно большие пломбы, вот, на передних зубах, на всех четырех, то в данном случае, в любом случае, они требовали замены, плюс пациентка хотела скорректировать форму. И в данном конкретном случае наиболее оптимально как раз-таки было применение именно композиционных виниров для получения хорошего статического результата. Важным этапом современного лечения с применением фотокомпозиционных материалов, номеровочных, является так называемая изоляция рабочего поля. То есть это применение системы кофердам. Что это такое? Это такой специальный резиновый платочек, с помощью которого изолируются зубы, нужные нам для лечения. И это очень удобно, с одной стороны, для доктора, потому что, получается, виден очень хорошо обзор, тот зуб, который нам нужен, не мешает, например, язык, не мешают щеки пациента. И, с другой стороны, это очень удобно для пациента, потому что в этом случае, ну, в рот, по сути, ничего лишнего не попадает. То есть даже, например, когда мы препарируем, там, воздух, отбор машины, там, вода, не раздражает, например, там, нёба, не раздражает язык. И вот в случае, когда у пациента есть рвотный рефлекс, например, это очень удобно, потому что пациенту в этом случае намного легче. И вот, например, у данной нашей пациентки, Елены, у неё был рвотный рефлекс, и она очень переживала, как мы будем лечить дальние жевательные зубы. И вот как раз-таки благодаря кофердаму у нас всё получилось, чему я очень рада. В клинике мне понравилось всё. От ресепшена девочки и доктора, к которому я попала, Крачковская Анастасия. Она такая очень чуткая, добрая, такая, меня подбодрила ко всему, потому что я очень боялась. И у меня проблема такая, что очень рвотный рефлекс. И я вообще боялась из-за этого ходить к стоматологу. Когда мне лечили уже жевательные зубки, Анастасия предложила поставить мне такой кофердам. И с помощью его я вообще как бы всё то, что мне лечили, даже ничего не ощущала, можно сказать так, что не было нервотного рефлекса и спокойно всё перенесла. Благодаря этим новым технологиям можно вообще не бояться. Будущим клиентам хочется пожелать, чтобы они не боялись, не запускали свои зубки. Всё не так страшно, не так сложно. Главное не бояться и попадать хорошим специалистам. О клинике желаю побольше клиентов.